А в самой Америке живут десятки тысяч, если не сотни тысяч, выходцев из Украины, ставших гражданами и имеющих право голоса. Среди них журналистка Катерина Панова, основатель проекта по размещению в США жителей Украины, бежавших от войны. И вот что она думает о предпочтениях украинцев в Соединенных Штатах на этих выборах. Это футболка, которую мне подарила моя подружка. Она большая фанатка Камлы Харрис, как я, как и ее муж. И мы как раз, я приехала в Нью-Йорк по работе, и мы как раз попали на дебаты последние между Камелой и Трампом. И мы, посмотрели дебаты, громко ругались, обсуждали все. И она мне потом как раз сделала такой подарок. И я ее очень ценю, ношу для того, чтобы выразить мою политическую позицию. Однако, это также часть моего хэллоуинского костюма. Потому что у меня есть вторая часть этого костюма, сейчас вам покажу. Это чашечка, мне подарила моя семья. Great mom, other moms losers, да, то есть я самая лучшая мама. А все остальные мамы просто это лузеры полные, как бы. И это говорит Трамп, это его стиль общения, конечно же. И этот весь мой костюм, это штат, который не решился, или swing state. Да, потому что Северная Каролина, это штат, который по-разному голосует. И у меня тут в костюме разные элементы. Я независима, я индивидуально долго разумна тоже насчет этого. Как ни странно, так я только недавно стала гражданкой США. Для меня это очень торжественное и важное занятие было подумать, кому я принадлежу, какой партии. Я все-таки именно из-за этих выборов я не могла решиться, какой партии я принадлежу. Если бы это были какие-то такие кандидаты, видимо, я бы скорее выбираю республиканцев. Однако мне категорически не подходит Трамп, мне нравится Трамп как кандидат в президенты. Он говорит неправду про иммиграцию. Я очень интересуюсь темой иммиграции, мой сайт для иммигрантов. Да, у меня есть искусственный интеллект, мой стартап, где мы разрабатываем искусственный интеллект для иммигрантов. Я очень глубоко в этой теме. И, к сожалению, все месседжи, которые транслируют Трамп относительно иммиграции, они неверные. Более того, они делают из иммигрантов монстров и они искажают реальность. Я обратила внимание, что очень многие люди, которые выходят из постсоветского пространства, имеют тенденцию в поддержку республиканцев. Почему? Потому что они в ужасе, если это особенное поколение постарше, вспоминают те времена, когда был коммунизм. Они считают, что демократы — это то, что кто несет коммунизм, коммунистические ценности, республиканцы реально пропагандируют, что вот как бы, да, они отстроят коммунизм. У меня даже реклама такая приходила. Естественно, коммунизм — это то, что большинство людям не нравится, как бы так, те, кто сами это пережили, испытали на себе. И, естественно, как бы они хотят этого избежать. Поэтому они голосуют за республиканцев. Для украинцев, естественно, то, что говорит Трамп про то, что он договорится об окончании войны России с Украиной, это неприемлемо. Естественно, никто не собирается договариваться с Россией, ну, с террористами не договариваются. И это украинцам мне, да, как украинке, тоже это очень больно слышать. Мой папа живет в Киеве, он работает, как бы, да, у меня есть трое сотрудников в Киеве, они работают там, как бы, естественно. Мы не хотим, чтобы кто-то им рассказывал из Америки, что он друг Путина, и что он сделает так, чтобы все договорились. Это очень больно для украинцев. Конечно, многие украинцы будут голосовать за демократов, как и я. Однако, надо понимать, что и те высказывания Трампа, да, как бы, высказывания демократов, они объективно, как бы, все-таки настроены на их внутренние интересы США, как бы, да. Ну, видимо, Украина не настолько конкретно важна в повиске, так как они прям это рассказывают. Я не знаю, за кого еще буду голосовать на наших местных выборах. А в моем городе я буду выбирать не демократов автоматически, или республиканцев, а тех людей, чьи, как бы, взгляды, опыт и, как бы, да, и политика мне больше подходит. И это некоторые кандидаты, за которые будут голосовать на местных выборах, у нас это будут республиканцы, а не демократы. Продолжение следует...